54 минуты в столице. Друзья, сегодня, напомню, в звездном завтраке у нас Лев Лещенко. Давайте поговорим о том, где можно увидеть в ближайшее время Льва Валерьяновича. Причем на такой большой площадке, назначенной на какой-нибудь. Вы знаете, добрый день, доброе утро. Я сейчас уезжаю. Очень просто. Кто интересуется творчеством, может поехать. 2 числа у меня концерты будут в Екатеринбурге в космосе. 4 числа у меня будут концерты в Перми, в зале филармонии. Потом у меня будут концерты, наверное, в Москве. Но самый главный концерт будет 1 февраля. Это будет мой юбилей. Не скажу, сколько мне лет. Уходить я не собираюсь никуда. Буду петь до тех пор, пока вообще ноги меня носят. Я рассказывал эту шутку, что мы с Володей... Он нам рассказать, и говори всем. Мы с Володей решили, уходить не будем. Пусть нас лучше унесут. Это правильно. Да, но в принципе, будет юбилейный концерт в Кремле 1 февраля. Очень надеюсь, что будет полный зал. А я даже не сомневаюсь, что он будет полный зал. Сейчас уже народ меньше собирается. Особенно большие формы. А скажите, пожалуйста, вот когда, ну понятно, юбилейный концерт, все хотят попасть, многие ли наши коллеги-артисты начинают... Лев, можешь мне билетик бесплатно, чтобы не покупать? А можно я выставлю тоже? А вы знаете, скорее всего, у нас существует в эстраде такая традиция... Поддерживайте друг друга. Мы звоним друг другу и говорят, придешь, придешь, придешь. Сколько рядов вы первых для своих оставляете? Ну, я думаю, рядов не знаю, но место 150-200 надо будет, конечно, оставить. А сколько выступать будет в приглашенных артистах? Я думаю, человек 30-40. Замечательно. У меня в связи с этим вопрос... Не считая, конечно, ансамблей, танцев, песни и пляски. Мы сегодня совсем как-то упустили вопрос от слушателей. И вот в связи с этим зимний концерт, юбилейный, спрашивает. У вас есть замечательная песня «Белый костер зимы». Собираетесь ли вы ее возродить на концертах? Вы знаете, очень много песен. Я же вам говорю, что у меня в интернете более 500 песен крутится. Даже вчера приходили мои друзья, узбекский ансамбль, такой учкудук. Знаю. Вот. И они принесли мне песню, я ее не узнал. Все от тебя. Замечательная песня на стихе Владимира Харитонова «Слава Добрынина». То есть таких песен «Белый костер зимы» — это «Слава Добрынина». Очень хорошая песня, но я ее давно не пою. И очень много песен, которые вышли как бы в тираж. А я смс-ку прислал не Слава сейчас, кстати? Подпись нет? Не Слава? Не Сергей. Нет, Слава в это время спит глубоким сном. Ну, кстати, он обещал как-нибудь к нам заглянуть на огонек. Ну, огонек у него где-то начинается с 4 часов дня. Нам придется завтрак немножко перенести, да? Так, вот еще зачитаю от Валентины, это не вопрос. Желаю вам крепкого здоровья, успехов, хороших элитных завтраков. Валентина из Пензы пишет. Мы вас любим. Вот так вот. Спасибо, Валечка. Спасибо и Льву Галерьяновичу, который сегодня встал, не поленился, пришел на звездный завтрак на радио Шансон. Да, спасибо вам огромное. И хотелось бы, конечно, на прощание, может быть, услышать для наших слушателей что-нибудь приятное. Ну, давайте споем вот эту песню, не вы знаете ее? Вы не поверите, но эта песня прямо сейчас прозвучит в нашем химии. Она что, есть у вас? Она прямо сейчас будет... Редкая песня, потому что не найдешь такой песни. Лев Ильянович, вам спасибо большое, что вы заглянули к нам. Хорошего вам настроения, всего чудесного. Это был утренний шоу на строке, на понедельник. Всем прекрасных выходных, да. Счастливо. Поехали. Пока.